Традиционный вопрос по уборке содержания города Во-первых, хотелось обозначить ситуацию в сфере проверки коммерческих объектов На прошлой неделе я говорил о том, что было зафиксировано много нарушений Вынесены предписания, и эти предписания в большей части устранены Те нарушения, которые были отмечены, не подтвердились при повторных проверках На этой неделе проведено 132 проверки магазинов, выявлено 34 нарушения Это 25% от общего количества проведенных проверок По офисным центрам из 34 проверок в 7 случаях нарушения – это 20% По торговым центрам из 6 проверок 2 нарушения – это 30% Процент достаточно высок, и по сведению Комитета по контролю в сфере благоустройства Подобные профилактические мероприятия очень эффективны Поскольку вынесенные представления, как правило, сразу устраняются Рецидивов практически нет, но тем не менее все время приходится напоминать Уважаемые руководители торговых центров, магазинов Не дожидайтесь напоминаний Это ваши территории закрепленные на правах аренды, на правах собственности Весенний период требует наведения порядка на этих территориях И я рекомендую без всяких напоминаний со стороны Департамента ЖКХ Комитета по контролю за благоустройством привести эти территории в порядок Я уже неоднократно говорил, что ничьих территорий в городе нет Если кто-то, хозяин, пользователь этой территории не приводит ее в порядок Граждан прошу информировать об этом Департамент ЖКХ, Комитет по контролю благоустройства По подобным сигналам проверки проводятся в первоочередном порядке С десяток, наверное, жалоб на содержание придомовых территорий, территорий общего пользования Сегодня уже по всем этим фактам будут проведены проверки, будут приняты меры разбираться Поэтому, если есть известные факты нарушений, фиксировать Можно даже без фотофиксации достаточно описания места И направлять эту информацию в контрольные органы По жилым домам назову тройку лидеров Но она не тройка, а четверка фактически Потому что третье призовое место у нас две управляющие компании поделили Лидером является компания Антарас 23 проверки, 10 нарушений Это 43% Служба заказчика 21 проверка, 8 нарушений 38% с нарушениями проверенных территорий Ну а третье место поделили две компании Комфорт и гарант сервис У комфорта 89 проверок, 30 нарушений Причем все нарушения касаются санитарного содержания придомовых территорий А гарант сервис, 9 проверок, 3 нарушения Вот они герои Всем героям оформлены документы, представления Я могу сказать, что по обратной информации контрольных органов Нет таких собственников, пользователей, управляющих компаний Которые бы не реагировали на представления Кто бы занимал принципиальную позицию Не убирали, убирать не будем Ну, профилактические меры очень эффективны Поэтому, уважаемые горожане Не будьте равнодушными Если известны факты нарушения, информируйте Общими усилиями будем приводить в чувство нерадивых пользователей Собственников Собственников Собственников